Готовлю кулич без дрожжей, который точно оценят все поклонники шоколада. Нежный, тающий и невероятно насыщенный по вкусу. Если интересно, продолжайте смотреть! Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь Вкусная, и сегодня будем готовить быстрый кулич без дрожжей. Так что, если вы адепт быстрых вариантов, вам обязательно понравится! У меня на канале из быстрых куличей есть очень нежный и сочный кулич на яблочном пюре, есть кулич творожный, который я публиковала в прошлом году, а вот шоколадного варианта нет. Соответственно, в этом году мне захотелось приготовить вариант, который порадует всех шокоголиков. Это будет настоящее богатство! Кулич готовится кексовым методом, получается очень нежным, тающим, и в нем будет очень много шоколада и орехов. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании к видео. Начинаю приготовление с сухих ингредиентов. К муке добавляю какао-порошок и разрыхлитель, и грубо перемешиваю, чтобы распределить разрыхлитель. Добавки. Для того, чтобы сделать кулич максимально шоколадным, я беру шоколад и в качестве добавки, а оттеню его орехами. Шоколад рублю кусочками, орехи у меня четвертинками, и их я оставляю так. Хочу, чтобы в куличе попадались крупные кусочки и ярко ощущались. У меня орехи подсушены, по желанию можно их подрумянить. Приступаю к приготовлению теста. В глубокую миску отправляю размягченное сливочное масло, добавляю сахар, щепотку соли и растираю, чтобы сахар соединился с маслом. Друзья, хочу сказать, что этот кулич я делала намеренно сладким. Если вы любите более сладкие десерты, просто увеличивайте количество сахара. Теперь я взбиваю масляную основу до кремового состояния. Так как сахар я уже растерла с маслом, он не будет разлетаться. Вбиваю в смесь по одному яйцу и взбиваю массу до кремового состояния. Теперь просеиваю через сито смесь муки с какао и разрыхлителем. Вливаю в тесто йогурт. Желательно, чтобы он был комнатной температуры, не холодный. Грубо смешиваю тесто ложкой до исчезновения заметных комков муки, а затем еще раз быстренько прохожусь по тесту миксером. Его не стоит взбивать долго, иначе изделие получится грубым и жестковатым. В самом конце отправляю в тесто нарубленный шоколад и орехи. Вмешиваю добавки до распределения. Раскладываю тесто по формам для куличей. У меня две формы диаметром 9 см. В них куличи поднимутся до идеальной высоты. Разложив тесто по формам, приглаживаю ложкой верхушку, а затем слегка простукиваю, чтобы тесто лучше распределилось по формам. Отправляю куличи в духовку, разогретую до 160 градусов на один час или до пробы на сухую палочку. Полюбуйтесь, какие красивые куличи получились! Идеально выросли, идеально треснули. Это ведь кексовое тесто, оно должно себя вести именно так. Проверяю готовность, отлично! Так как у меня формочки для куличей темные, как шоколад, с золотистыми рисунками, то и декор я выбрала золотистый. Настоящее шоколадное сокровище! В качестве глазури я тоже взяла шоколад. Эти куличи шоколадные втройне. И тесто, и кусочки шоколада, и глазурь сверху. Распределяю шоколад по остывшим куличам и даю ему схватиться. Присыпаю сверху сахарными жемчужинами, и куличи готовы! Ссылки на предыдущие варианты бездрожжевых куличей, а также на несколько традиционных, я оставлю в описании под этим роликом. Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал Жизнь Вкусная! Субтитры подогнал «Симон»!